Юрий Ульянин Юрий Ульянин Юрий Ульянин Еще одно объяснение. Внизу – плотский мир, выше – небо, еще выше – Бог. Официального толкования нет. Держать или не держать флаг в доме – личное дело каждого. Как использовать флаг вне дома определяет закон. В будний день вывешивать флаг на крыше или на балконе запрещено. Трехцветное полотнище может появиться только в празднике. В государственный, например, день конституции. Или личный – день рождения или годовщина свадьбы. Торжественность даты должна подтверждаться документом. Ни один, даже самый патриотичный гражданин России не имеет права воткнуть флажок на капот личного автомобиля. Это считается посягательством на властные полномочия и может ввести в заблуждение работников ГАИ. Впрочем, милиционеры к флажкам на капоте явно неправительственного автомобиля относятся равнодушно. Государственный флаг могут использовать даже не все чиновники. Кто именно имеет такое право, тоже определено законом. Не было у нас в первом варианте федерального конституционного закона позиции, разрешающей использовать государственный флаг на зданиях органов местного самоуправления. Затем было внесено изменение. А вот до этого периода, если органы местного самоуправления поднимали флаг, они вступали в противоречие с теми правилами использования государственного флага. И к ним могли быть применены административные какие-то санкции. В праздничные дни все города России обязаны украсить себя государственными флагами. В Москве команду районным жилищным службам дает вице-мэр. Флаги должны появиться до 18 часов в день накануне праздника и быть убраны до 9 часов следующего дня. Обычно после красной даты приходится пополнять запас флагов. Около 15% флагов пропадают с городских улиц. У флага есть традиции. Например, полотнище не должно касаться земли. Знамена поверженных врагов волочили. Бросить знамя на землю значит унизить страну. Говорить, флаг реет, это тоже традиция. Раньше флаги ткали целым куском. Легкая ткань реяла на ветру. Сейчас флаги шьют. Они стали тяжелее. Например, флаг над Кремлем весит 8 килограммов 200 граммов. У флага есть этикет. Его должны поднимать с рассветом и опускать с закатом. Если флаг остается висеть на ночь, его должны подсвечивать. У флага есть политический протокол. На международных встречах все флаги должны быть одинакового размера. Они должны быть подняты и опущены одновременно. Ни один не может находиться выше другого. На почетное место ставится гостевой флаг. Самое почетное место в центре потом справа и слева. Если на переговорах все равны, флаги размещают по латинскому алфавиту. Хотя есть и исключения. Ну, например, по телевидению мы совершенно четко видим, когда происходит переговор в Соединенных Штатах, на почетном месте всегда стоит флаг США. То есть они каким-то образом уходят от общепринятой практики протокольной. Президентский штандарт – личный флаг президента Российской Федерации. Штандарт вместе со знаком президента и специальным экземпляром текста Конституции передается вновь избранному президенту во время инаугурации. На древке укреплена серебряная скоба. На ней выгравировано имя и годы правления президента. Оригинал штандарта находится в служебном кабинете президента. Дубликат поднимается над его резиденцией. Его никогда не опускают. Считается, где бы ни был президент, он все равно на работе. В кабинете президента стоит и государственный флаг, и президентский штандарт. На резиденции президента поднимается президентский штандарт. На его транспортных средствах используется президентский штандарт. Уменьшенная, естественно, копия. Ну и в тех торжествах, в которых принимает участие президент, как главное действующее лицо, например, инаугурация президента, там обязательно присутствует президентский штандарт вместе с флагом. Судьба самого первого триколора, что развивался над Кремлем, неизвестна. Его вполне мог взять на память любой из сотрудников. Этот флаг приходится менять каждые три месяца. Штандарт прослужил первому президенту семь лет. В 1999 году он был передан в Эрмитаж. Туда же забрали государственный флаг из президентского кабинета, как первые государственные символы в новейшей истории России.